Я очень не хочу изучать синих формулы, изучать узлы. Мне очень нравится. Я хочу пойти на походы, хочу плавать на лодках. Таких энтузиастов, как Ваня, стремящихся познать азы морского дела, пришло навстречу немало. Мальчишки и девчонки в синей форме внимательно слушали старших товарищей, которые рассказывали о премудростях профессии моряка. По заинтересованным лицам отважных юнг было видно, что беседуя с ребятами, не понаслышке знающими о жизни на корабле, они совершили увлекательное путешествие по необятным просторам и проникли с неповторимой романтикой моря. Это мероприятие уже стало традиционным. Проводим мы его не в первый раз. Сюда мы приглашаем ребят, которые в свое время учились в нашем центре юных моряков и решили связать свою жизнь с морем. Вот в данном случае сегодня у нас находятся ребята, которые учатся в Государственном университете морского и речного транспорта имени Макарова. Сегодня в клубе юных моряков азы морского дела постигают около тысячи воспитанников. Для одних стены этого учреждения стали родными много лет назад, а другие вступили в ряды юнг совсем недавно. Независимо от возраста и пола, ребят в синей форме объединяет одно – загадочный и романтичный мир соленого ветра и морских брызг. По рассказам старших ребят, что тут очень весело, обучают многому узлы вязать, влажный семафор, на шлюпках плаваем, ходим в походы. В походах тоже очень весело. Меня в этот клуб привели друзья. Я занимаюсь тут год. Мне он нравится тем, что у нас учатся тут вязать узлы, вода, море. Многие выпускники клуба юных моряков, ныне курсанты Государственного университета морского и речного флота имени Макарова, ходили в дальнее плавание в Бразилию, Индию и знаменитый Панамский канал. Кроме рассказов о своей учебе, о жизни в другом городе, о странах, в которых уже довелось побывать, ребята с теплом и трепетом вспоминали о днях, проведенных в родном клубе, о преподавателях, которые привели их к заветной мечте – быть моряком. Здесь очень хороший командный состав, преподавательский состав. Все грамотные люди, которые плохому никак не научат детей. Ну и они научатся, самое главное, быть в коллективе, общаться с людьми. Для них начинается самый дальний поход в их жизни. Это пятидневный поход на Пинск. Это для них выход в море в нашем сухопутном городе. Поэтому они влюбляются в это, романтика. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.